Володь, давай повернись сюда. У нас в ринге русско-европейских лаек младшей возрастной группы судил курицу, эксперт. Первая категория у тебя, да? Первая? Второй. Второй. Владимир. Породу давно знает и хорошо. Скажи, пожалуйста, сколько было собак и какие основные недостатки? Девять собак. Все собаки получили высшую оценку очень хорошо. Явный лидер был владелец суки Максимов, кличка какая-то, кума. Великолепная голова, хорошая колодка, отличная энергетика движения в ринге. Единственное, к чему строго, если подходить можно было, придраться, не темно-карий глаз. А остальные, кстати, все безупречные. У нас в ринге были только суки, да? Да. Вторая и третья собака уступали уже вот этой первой незначительной недостатке. У кого незначительная депигментация была, ну, может, это весеннее, младшая группа, она может еще потемнеть. Незначительный крап на лапках. Ну, вторая собака с великолепными движениями в ринге была, очень хорошей колодкой, наверное, с самым правильным ухом, что характерно для русско-европейской лайки. Они же сейчас еще не описаны, да? Можно подойти, чтобы они там стоят? Пойдем? Ну, сейчас мы еще. Можно сниму вашу собаку? Вторая вот эта вот будет. Ага, понял. За исключением, сказал курица, глаз у нее немножко подкачала, а так все великолепно. Поэтому первое в ринге. А у второй собаки курица сказал, что ухо очень хорошее. Можно я ухо поснимаю? Это вторая. Юся! Как ее кличка? А? Унжи. Унжи. Ну, ладно, я не вливаю. А от кого происходит? Робинзон и Аскорь. Понятно. Спасибо.